Областная прокуратура проверила половину автошкол региона. Особое внимание ведомство уделило тем районам, где водители-новички совершают много аварий. Нарушения обнаружились в каждой второй школе. Часто инструкторы не проходят медосмотр перед выездом. Также есть претензии к автодромам. В образовательном учреждении средняя школа номер один города Коврово с 2009 года осуществлялась деятельность по подготовке водителей в отсутствие автодрома. То есть юридическое лицо, вообще не обладая автодромом, навыки водителям прививались непосредственно на площадки, прилегающие к автошколе, на которые отсутствовали обязательные элементы. А еще преподаватели часто произвольно меняют тему занятий или просто не отчитывают ученикам нужное количество теории. В прокуратуре советуют начинающим водителям еще до занятий посмотреть документы школы, поинтересоваться, где будет проходить практика и не уйти у инструкторов на поводу за свои же деньги. Никогда, уважаемые начинающие автолюбители, не идите на то, чтобы вам говорили, ну вот мы вам здесь теорию не дочитали, ну ничего страшного, сами откройте, почитайте. Или мы там здесь с вами столько-то часов не доездили, ну это не беда, да, мы вам поставим, что доездили. Вот мы вас очень просим, пожалуйста, не идите на это. То есть это ваша безопасность и безопасность тех, с кем вы потом будете ездить, тех, кто просто ходит по улицам. Есть у прокуроров претензии к департаменту образования, который проверяет школы редко и не следит, устраняются ли нарушения. Впрочем, выявленные нарушения не такие вопиющие, чтобы лишать школы лицензий. Они оделались штрафами и дисциплинарными взысканиями. К слову, все их недостатки меркнут по сравнению с недавним случаем, которым сейчас занимается полиция. Сотрудники известной Владимирской автошколы вместе с гаишниками из Гусрустального за 20 тысяч оформляли права без всякого обучения и экзаменов. Название этой автошколы правоохранители не называют в интересах следствия.